Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Угрюмов Михаил Вениаминович, выпускник медико-биологического факультета Российского государственного медицинского университета 2-го меда, заведующий лабораторией гормональной регуляции Института биологии и развития имени Кольцова. С 2006 года действительный член РАН по отделению физиологии и фундаментальной медицины, специалист в области нейрофизиологии и нейроэндокринологии, основатель научной школы по нейроэндокринологии и развитию, под руководством академика Угрюмова защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций. Михаил Угрюмов автор более 200 статей и трех монографий, лауреат премии Американской Федерации Обществ экспериментальных биологов. Михаил Вениаминович Угрюмов в студии нашей программы. Здравствуйте, Михаил Вениаминович. Здравствуйте, мы встречаемся после некоторого перерыва, который оказался насыщен событиями. Четыре года назад в этой студии вы рассказывали о нейродегенеративных заболеваниях и говорили о них как об эпидемии 21 века. И уже тогда было совершенно очевидно, что главная проблема в этом направлении – это ранняя диагностика этих заболеваний. Не вполне ясно было, как к этому подступиться, хотя был обозначен некий магистральный путь, может быть, не вами, но другими исследователями. Этот магистральный путь был поиск биологических маркеров. Но, как мне представляется, он оказался, если не тупиковым, то, во всяком случае, сегодня никаких ощутимых результатов, никакой диагностики по маркерам я не знаю, мне неизвестно. Но есть у нас и хорошие новости сегодня. Я без справедления передаю слово нашему гостю, пожалуйста. Действительно, очень важно проанализировать тот период четырехлетний, который был. Если четыре года назад я рассказывал с каким-то ощущением безысходности решения, это чрезвычайно важные не только медико-биологические, но и социальные проблемы, как нейродегенеративные заболевания, я думаю, нет ни одного человека, который бы в той или иной степени не сталкивался с этим. Дай бог не сам лично, но близкие, родственники, друзья и так далее. Вот если четыре года назад было ощущение того, что нужно, понимание того, что нужно делать, но была какая-то все-таки безысходность от непонимания того, а когда же это можно будет и как можно будет сделать, то вот сейчас не зря уже название, оно такое вопросительно-провокционное. Вот это иллюзия или реальность? Но если автор доклада такой задает вопрос, то понятно, что у него что-то в кустах есть, рояль в кустах, и он будет говорить о какой-то реальности. Вот мне об этом как раз немножко захотелось поговорить, но прежде всего мне хотелось, четыре года прошло, и понятно, что зрители и мы с вами немножко подзабыли, о чем шла речь, и я хотел им какое-то введение сначала сделать. И прежде всего, конечно, рассказать и показать, что болезни мозга, они не зря считаются эпидемией 21 века. И вот это не популизм, как можно себе представить, и не журналистский такой трюк, а это действительно трагическая реальность, с которой каждый день сталкивается человечество, независимо от того, где бы люди жили. И на самом деле трагичность еще в том, что, по крайней мере, что касается нейродегенеративных заболеваний, до сих пор, к сожалению, ни в одной стране ни одного больного не было вылечено. Вот это само за себя говорит. Ну и дальше будут остальные вопросы, которые все-таки нас подведут к тому, что есть свет в конце туннеля, и что мы понимаем, куда нужно идти, и очень верим, что мы придем к какому-то положительному результату, и в недалекие времена, а уже, я надеюсь, и сам это увидеть. Вот здесь вот лечение нейродегенеративных заболеваний, фатальный тупик или путь к новым технологиям. Понятно, когда задают такой вопрос, ясно, что мы уже понимаем, о каких новых технологиях идет речь, разработка новых технологий ранней диагностики и лечения свет в конце туннеля. Опять же, уже из этой формулировки понятно, что этот свет в конце туннеля – это какая-то возможность облегчить страдания больного, а может быть, вообще эти страдания ликвидировать, сделать так, чтобы они не возникали. Ну и, наконец, вот это же проблема глобальная, это, как сейчас любят говорить, один из вызовов XXI века. Глобальная проблема, она мирового масштаба, и понятно, что во всех странах люди, медики, стараются объединить свои усилия с тем, чтобы решить эту проблему. Но здесь есть и элементы конкуренции. Конкуренция, поскольку эта проблема имеет прямой выход на экономические проблемы, и всё-таки есть некий марафон, в котором побеждают, одни побеждают, другие идут в фарватере. И вот здесь вот очень хотелось бы, чтобы мы не догоняли кого-то, а были впереди. И вот как раз я хочу рассказать, как это, может быть, нам в какой-то степени удалось сделать. Ну и, наконец, мне хотелось бы потом сделать некое заключение о том, что же мы знаем и какие перспективы. Почему? Потому что наверняка нас слушают люди, которые сами болеют, или у которых родственники болеют. И мне кажется, что вот в такой вжатой форме им очень важно понять, а что же всё-таки можно ждать от того, что мы делаем все. Но сейчас, если позволите, давайте перейти к другим словам, чтобы не быть голословным. Вот было сказано, что неврологические и психические заболевания эпидемии 21 века. Но откуда это всё взялось? Вот ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, они время от времени делают прогнозы о том, как дальше будут развиваться какие-то направления медицинские, как будут прогрессировать те или другие заболевания и так далее. Вот если сейчас, и довольно многое время последнее, на первом месте всегда были сердечно-сосудистые заболевания, и по тяжести, и по затратности, и по количеству больных, на втором месте были онкологические больные, и только на третьем – неврологические и психические заболевания, то по прогнозам ВОЗ, уже лет через 10-15 неврологические и психические заболевания выйдут на первое место. Почему это происходит? И за счёт каких заболеваний? Ну, в значительной степени за счёт тех же нейродегенеративных заболеваний. Их много, но у всех на слуху, конечно, и они самые тяжёлые, самые распространённые, это болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Вы видите, какое огромное количество людей страдает в мире, и вы тоже видите, что по прогнозам ВОЗ, их число за относительно короткий промежуток исторический, меняется не в процентах, а в разы. Это очень плохо. И встаёт вопрос, а почему это происходит? Ну, существуют причины, которые мы можем сегодня декларировать, декларировать. И есть причины, и наверняка их гораздо больше, которые мы не знаем. Ну, по странам, извините, просто хочется уточнить, всё-таки, наверное, неравномерно. Мы так говорим глобально, но, наверное, всё-таки преимущественно речь идёт о развитых странах. Во-первых, это болезни старения. В неразвитых странах, я подозреваю, у меня нет точных цифр, но продолжительность жизни значительно ниже, и там должна быть статистика этих заболеваний ниже, или как? Да. Вот как раз, собственно говоря, последние слова, которые я хотел произнести, это и было... Нет, нет, это как раз очень хорошо. Такой вопрос возникает не только у вас, наверное, а у всех. И это очень важный вопрос. Вот какие причины всё-таки, вот мы знаем, по крайней мере, почему я. Вы совершенно правильно сказали, что увеличение продолжительности жизни. Почему? Потому что всё-таки это заболевание преклонного возраста. И начиная с определенного возраста, количество их быстро растёт, экспоненциально. Это первое. Второе. Второе, что очень важно, это то, что эти заболевания провоцируют загрязнение окружающей среды. Ну, скажем, такие вещества, как пестициды, которые используются в сельском хозяйстве, это колоссальный триггер для развития этого заболевания. И тогда совершенно понятно, в каких странах должна преобладать эта заболеваемость. Первое, в тех странах, где люди хорошо живут, по-медицински, хорошо обслуживаются, и где хорошая диагностика. Конечно, это высокоразвитые страны. Япония, Соединённые Штаты. С другой стороны, есть другая группа стран, где тоже заболевание, число больных резко растёт. Это те, где загрязняется окружающая среда. Вот Китай относится к такой стране. Там бурный рост промышленности. И, к сожалению, у них не хватает мощности, ресурсов, в том числе и финансово, чтобы очень оперативно делать очистные всякие сооружения, там дым чистить, который из труб идёт, и так далее. И там очень высокая заболеваемость. Насколько я понимаю, одна из самых высоких сейчас в мире. И, кроме того, есть один фактор, который очень интригует, и никто не понимает, почему. Идёт омоложение этих заболеваний. Опять мы всё время говорим о том, что это заболевание пожилого возраста. Ну, клише такое принято уже. Да, да, да. И поэтому люди, скажем, 40, 50 лет, 60, ну, даже 55 лет, они как-то себя считают пока неуязвимыми для этого. Но вот на самом деле, я буду говорить немножко позже, что это заболевание это ведь начинается за десятки лет до того, как появляются симптомы, и больной почувствовал себя больным. И поэтому наши, скажем, вот люди должны понимать, что болеть-то они начинают лет в 40-45. И уже пик вот этой деградации, он приходится на возраст 55-60, когда начинает проявляться симптоматика. Поэтому, а это, собственно, возраст расцвета человека, расцвета его социальной активности. Вот, поэтому политики, я бы на их месте бы, может, не столько бы обратил внимание на искусственный интеллект, сколько вот на эту проблему, потому что никто не застрахован, и нужно сделать все, чтобы вовремя понять. Мало того, я вам скажу, что есть обязательная категория людей, которые должны обследоваться с целью выявить вот эти вот хронические заболевания. Но это, скажем, судьи, это люди, которые готовятся для работы, это очень дорогостоящая подготовка в экстремальных условиях. Пилоты, космонавты, подводники, это все люди, у которых просто необходимо знать, что у них происходит в голове. То, что это социально значимая проблема, вот это говорит о том, что все фактически политические лидеры в той или иной степени в своих публичных выступлениях, в актовых каких-то речах, они всегда это упоминают. Это был и Барак Обама, это и Саркози. И вот мне довелось участвовать в последнем саммите, куда нас пригласили, стран-восьмерки. Это было в 2013 году в Королевском обществе был саммит министров образования и науки и президентов Академии наук. Ну вот я представлял нашу Академию наук, тогда был министр Ливанов. И тогда вот было принято два стратегических пункта для дальнейшего сотрудничества. Это первое, это нейродегенеративные заболевания, создание инфраструктуры международной. Ну и второе, это были инфекционные заболевания, я сейчас не буду на этом останавливаться. Вот, к сожалению, по политическим соображениям мы фактически выключены из международного сообщества и не можем участвовать в таких стратегических решениях. Ну и дальше, вот что я хотел сказать, ну тут основные характеристики, о которых я уже говорил, и самое-то главное, что все-таки все должны понять, что никто не застрахован, раз, а второе, что никто, даже люди, имеющие самые большие возможности, не могут быть вылечены. И вот это вот люди, как раз к этому кругу относятся эти люди, как вы видите. Это страшнейшая история. Ну вот, ну а дальше, собственно говоря, что такое нейродегенеративное заболевание, я попробую напомнить. В таком, в схематичном виде, в примитивном, да, и на самом деле, это ведущий элемент патогенеза, когда выключается работа определенных нейронов, то есть они просто погибают. И эти нейроны, как правило, синтезируют химический сигнал, участвующий, являющийся ключевым для регуляции какой-то функции. Но если мы говорим о болезни Альцгеймера, мы говорим о том, что вот в этой структуре мозга, которая называется гиппокамп, погибают нейроны, вырабатывающие сигнал, который называется ацетилхорид. И вот этот сигнал, как раз, является ключевым в регуляции памяти, обучения, социальной адаптабельности и так далее. И понятно, естественно, когда возникает дефицит, то и возникает болезнь Альцгеймера. Что касается болезни Паркинсона, то здесь другие нейроны в другой области, вот в негрострелятной системе, они вырабатывают другой сигнал, дофамин, который является ключевым для регуляции нашей двигательной функции, произвольной двигательной функции. Вот, извините, я вот здесь хотел это показать. И поэтому, когда эти нейроны погибают, то нарушаются двигательные функции. И вот, чтобы не было такого все-таки тотального представления о том, что это заболевание преклонного возраста. Есть нейроногенеративные заболевания, которые проявляются и в раннем возрасте, в репродуктивном периоде, ну, прямо в 35-45 лет. Это погибают дофаминергические нейроны, но уже гипоталамуса. И они управляют репродуктивной функцией. И тогда у человека возникает бесплодие. И это очень важный момент. И лечение этого заболевания, это большой шаг в сторону решения демографической проблемы. Понимаете, с одной стороны, демографическая проблема решается путем лечения уже пожилых людей, а здесь речь идет о молодых, о новорожденных. Таким образом, если это очень просто представить, то вот в этом состоят, наверное, дегенеративные заболевания. Ну, а дальше давайте перейдем, подумаем, что все-таки от лечения их это фатальный тупик, либо же это путь и к новым технологиям. Ну, вот здесь расписано, что происходит. Я немножко вот скажу просто, очень просто на пальцах, что изображено на этой картинке. На этой картинке изображено то, что по непонятным причинам нейроны в какой-то определенной области, вот как я вам говорил, при болезни Эдгемера, в одной, при болезни Паркинсон, в другой, начинают вдруг с повышенной скоростью погибать. Вообще в мозге нормального человека нейроны все время погибают с определенной скоростью. Это 4% в 10 лет. Но это не приводит к тому, что гибель нейронов доходит до какого-то критического уровня, когда проявляется патология. Тут ничего не происходит. Но вот когда ускоряется гибель нейронов, то тогда вот где-то в возрасте 60-65 лет наступает, достигается порог, при котором эти нейроны уже перестают работать. Как бы манифестация такая. Абсолютно, да. Абсолютно. И вот именно в этом возрасте проявляются первые симптомы. Но период вот этой гибели нейронов, он очень значительный. То есть считается, что это до 30 лет. Это может быть, наверное, и 5, и 6 лет. Но вообще до 30 лет считается этот период. Михаил Иванович, а если в 65 не проявилось, означает ли это, что опасность не наладовала? Нет, это не означает. Наоборот, риск, он увеличивается. Потому что, ну вот смотрите... То есть нельзя сказать, что он все пронесло. Нет, 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 нет. Потому что если в 60 лет это примерно 1%, немножко меньше 1%, то потом к 80 годам это доходит до 50%. То есть вероятность, она только увеличивается с каждым годом. Ну и дальше вот что. Поскольку лечить-то начинают только, когда больной приходит к врачу, да? И что делать? Здесь у него не хватает вот этого химического сигнала, дофамина, ну или там ацетилхолина при болезни Альцгеймера. И начинают давать вот этот химический сигнал, как лекарственное средство. В разных видах, неважно, но дают этот сигнал. Но поскольку нейронов-то уже практически нет, и даже и остаток быстро погибает, то эта терапия неэффективна. Я вам говорил, что ни одного больного не было вылечено. И тогда мы возвращаемся к тому, что фактически вот эта картина, это хроническое заболевание мозга, да, разумеется, она ничем не отличается принципиально от хронического заболевания внутренних органов. Сердечно-сосудистых, там, диабета, того же, эндокринных заболеваний, и так далее. Почему? Там всё происходит одно и то же. Очень долго заболевания развиваются без проявления симптоматики. Когда симптоматика проявляется, система регуляторная разрушена, и лечить нечего. Но вот в терапии как раз, что было сделано? Были основные принципы, вернее, борьбы с хроническими заболеваниями, это поставить диагноз не вот здесь, а в тот момент, когда только начались вот эти патологические изменения. И тогда просто продлить период гибели нейронов и довести его до такого порога, который бы соответствовал возрасту 100-120 лет. То есть человек принимал бы какую-то пилюлю, там, с определенной частотой, знал бы, что у него этот патологический процесс идёт, но не испытывал бы никакого дискомфорта. Но за 100 лет он доживёт с этим. Вот к этому всё идёт. И в этом как раз основная задача. Значит, первая задача – это создать доклиническую диагностику, доклиническая имеется в виду доклинических проявлений, как можно раньше. А вторая задача – использовать превентивную терапию. Причём, если вот здесь, в этой точке, используется заместительная терапия, то есть вы вводите тот сигнал, которого не хватает, то вот здесь вот, в этой точке, когда только началось заболевать, этого сигнала сколько угодно. Нет необходимости компенсировать его. Здесь нужно заставить нейроны медленнее дегенерировать. И это совершенно другая группа лекарственных средств, которые называются нейропротекторы. Нейропротекторы, которые замедляют резкую гибель нейронов. Ну и дальше вот смотрите. Сейчас огромное количество конгрессов проходит, я не знаю, раз в квартал, наверное, международных, где одной из самых серьёзных проблем как раз является наиболее актуальной, приоритетной, считается нейродегенеративное избранное. Только в этом году я уже участвовал в трёх таких конгрессах, и ещё предстоит в двух-трёх участвовать. И там очень много говорят, очень много детализации. Но эта детализация мало что принципиально меняет. Поэтому иногда выходишь с такого конгресса с ощущением зомбированности. Много информации, которую ты не в состоянии даже переводить. Но скачок не произошёл никакой качественный. Пока нет. Но вот что я хочу сказать, что есть некие ключевые моменты, реперные точки, от которых нужно плясать, и которые неизыблемы, и которые имеют принципиальное значение. Это первое. То, что я уже говорил, что эти заболевания развиваются очень долго, без проявления характерных драматических симптомов. Что первые симптомы вот такие, они проявляются через много лет, после гибели большинства нейронов, вот этого ключевого звена регуляции. И вот низкая эффективность заместительной терапии и определяется тем, что уже лечить-то нечего. Мишени для лечения нет. И вот я уже опять возвращаюсь к тому, что единственный выход из этого положения, как бы это всё ни называлось, это разработка ранней диагностики и превентивного лечения. Бурлаки на Волге – это нейробиологи. Да, это нейробиологи, это специалисты, это неврологи, это психиатры, нейробиологи. Так вот, смотрите, какие результаты упорной работы. 30 лет – эта проблема считается одной из самых приоритетов. Огромные силы в это вовлечены. И мы вполне вправе сказать, а какие же результаты получены за 30 лет. Так вот, опубликовано более тысячи статей, причём в самых высокорейтинговых журналах. Истрачено сотни миллионов долларов. Основной вывод – что технологии не было и нет. И самое главное – нет перспективы разработки технологии, используя ту методологию, которая принята вот международным сообществом сегодня. И об этом чуть ли не в открытую говорят на этих конгрессах уже. Что это путь в некуда. The way to nowhere. Но люди не очень понимают, как выйти из этого положения. Тут есть и психологические моменты. Потому что люди, которые гарантировали успех, им нужно как-то, и под которых дали деньги, и фонды начали работать, им как-то нужно объяснить, почему эти сотни миллионов потрачены, а результата нет. Поэтому тут сложная проблема, в том числе и лично психологическая. Так вот, смотрите. А вот дальше мы с вами поговорим о разработке новых технологий, ранней диагностики и лечения. Вот что есть свет в конце туннеля или нет. Первый вопрос, который мне задают, когда я выступаю, а можно ли сегодня уже попробовать диагностировать на доглинической статистике дополнительной? Я говорю однозначно, можно. И единичный опыт такой имеется. Каким образом? Используя позитронно-эмиссионную томографию. Позитронно-эмиссионная томография – это неинвазивный метод, который позволяет, не внедряясь в мозг, увидеть молекулярные процессы, которые происходят в мозге. И в нейронах. И вот уже с помощью этого позитронно-эмиссионного томографа можно определить, что вот та система, которая управляет, например, движением, это дофаминергические нейроны, что они работают плохо, что их мало, что они работают плохо, и что у них недостаточно, они делают, вырабатывают сигналы вот этого дофамина. Ну вот вы видите, здесь просто чисто визуальная картинка, уже позитронно-эмиссионной, вы видите очень много красного, это вот дофамин, этот сигнал, и вот где красное, это очень много, где зеленое, это очень мало. Видите, очень-очень-очень много, и одинаково с одной стороны, и с другой. А вот здесь вы видите, что происходит у больного. Очень-очень-очень мало, вот как вот здесь, да, и да еще асимметрично. То есть заболевание развивается асимметрично, сначала с одной стороны, потом с другой. Но вопрос встает, ну хорошо, ну так давайте мы запустим эту позитронно-эмиссионную томографию для профилактического обследования, никогда этого не будет ни в одной стране. Самый богатый. Почему? Это очень дорогостоящий, очень редкий метод. И поэтому он используется в основном даже не столько для диагностики, даже в таких странах, как в Соединенных Штатах, сколько для исследовательских целей. Это первое. Тогда о чем идет речь? Мы не можем это делать профилактически у всего населения, здорового населения. Но мы можем, тем не менее, это делать в какой-то группе риска, небольшой. Когда мы загоняем людей, мы говорим, что вот у вас есть риск того, что развивается заболевание. Это те, кто подвергался воздействию химических веществ. Вот одно время про асбест много говорили, да? В том числе. В том числе. Да, в том числе. Мало того, я вам скажу, что, например, в Соединенных Штатах в середине 80-х годов оказалось таким образом, что вдруг появилась группа, как правило, молодого возраста людей, у которых начинался паркинсонизм. Когда начали разбираться, оказалось, что люди, которые принимали наркотики, героин. И вот героин то же самое провоцировал развитие болезни паркинсона. Ну вот надо сделать какую-то группу риска. На основе чего? И вот здесь вот как раз и очень важно понять, понимать, какие молекулярные механизмы этих патологических процессов. С тем, чтобы в соответствии с принципами трансляционной медицины можно было бы найти молекулярные мишени, и их использовать для разработки диагностики, а потом и лечения. Да. Ну вот такие молекулярные мишени такие. Это белки, которые необходимы для нормального функционирования нейронов, но при заболевании вот этих нейродегенеративных их метаболизм нарушается. И они из нужных для нейрона они превращаются в токсические. Они вызывают гибель этих нейронов. И вот вы видите вот один из таких маркеров. И вот это вот позитронно-эмиссионная томография у больных, у которых есть генетическая предрасположенность. То есть семи, у которых очень высокий процесс заболеваемости. И вот вы видите, вот у этих больных, у этих семи, когда у них нет никаких проявлений ни симптоматики, ни нарушения метаболизма этого белка. Вот эта вот картина промежуточная. У них нет симптоматики в виде этой болезни Альцгеймера, в виде нарушения памяти, обучения. Они себя нормально чувствуют. Но у них уже есть токсический белок. И вот это вот уже, когда появилась симптоматика, вы видите, что весь мозг уже окутан вот этим вот красным, зеленым, желтым. Это вот эти токсические белки. Они вызывают такую тотальную гибель нейроду. Так что все это можно сделать, но это нереально для профилактического обследования населения. Что называется скрининг? Абсолютно. Тут невозможно. Что можно использовать для того, чтобы подойти вот к этому скринингу, как вы правильно сказали. На самом деле, болезнь Паркинсона это системное заболевание, как и любой нейродегенеративное заболевание. Страдает не только та область мозга, о которой я говорил, но страдает и периферическая нервная система, и многие другие отделы мозга. А раз периферическая нервная система, то, значит, страдают внутренние органы, которые управляются этой системой. Значит, там нарушается метаболизм. Значит, у них нарушается состав тех веществ метаболических, которые выделяются и попадают, в том числе, в кровь. Значит, таким образом мы можем, отслеживая изменения состава крови, можем говорить, можем попробовать найти маркеры этих заболеваний. Причем кровь у нас делится на две части. Жидкая часть, плазма, и там может быть просто изменение химического состава крови, и клетки крови, которые могут изменять свою функцию, свою экспрессию генов, фенотип и так далее. Вот как раз на этом сейчас и основана вся методология современная. То есть у больных найти эти маркеры с тем, чтобы их потом использовать для создания группы риска и диагностики. Ну и вот я хотел один из примеров привести нарушения, периферических нарушений функций, недвигательных при болезни Паркинсона. Надо сказать, что задолго до того, как появляются моторные нарушения, двигательные функции, у больных нарушается обоняние, нарушается перистальтика, то есть возникают запоры, нарушается сон, и вот нарушается зрение. Но надо сказать, что это не только, конечно, происходит при болезни Паркинсона, при других заболеваниях тоже, поэтому это не специфические проявления, но характерные для ранней стадии болезни Паркинсона. Давайте попробуем как бы проанализировать уже предметно, что же всё-таки произошло за 30 лет. К чему привела эта методология? Поиска маркеров в биологических жидкостях, в основном в крови. Вот смотрите, существующая методология, я ещё раз говорю, ищут периферические маркёры, в основном в крови, что ничего не получили. Помните, я говорил? Почему? Потому что нужно найти маркёры у больных на доклинической стадии, но мы не можем найти таких больных, чтобы у них взять кровь. Где их взять? Им не поставлен диагноз, им не может быть поставлен диагноз. Значит, делают очень просто. Берут кровь у больных, у которых уже проявилась симптоматика, но которых ещё не начали лечить. И по умолчанию считают, что эти же маркёры будут характерны и для доклинической стадии. На самом деле, это никем никогда не показано, и это принципиально неправильно. Почему? Потому что... Это уже другие маркёры, маркёры другого. Конечно, спектр маркёров резко расширяется, поскольку это системное заболевание. Оно, как знаете, как после того, как камень бросили в воду, волны начинают кругеть и расходиться, захватывают всё новое и новое системы, которые никакого отношения к первичной причине заболевания вообще не имеют. Вот, это первое. Это подтверждается, вот несостоятельность этой методологии, подтверждается тем, что сейчас обнаружено и опубликовано десятки такого рода маркёров. Но ни одного из этих маркёров нет специфического для болезни Паркинсона. Они встречаются при разных заболеваниях, и они не могут быть. И поэтому считают, что, может быть, если найти батарею таких маркёров, взять 100 маркёров, то, может быть, с помощью этой батареи и можно поставить такой диагноз. Но я ещё раз говорю, что сейчас всё чаще и чаще раздаются голоса, и к ним уже прислушиваются о том, что это путь в некуда. Тогда мы, вот здесь вот как раз, мы сказали своё новое слово. И мне кажется, это очень важно. Почему? Потому что все стараются понять. Ну, хорошо, мы можем маркёры действительно смотреть только у больных после диагностирования уже заболевания. Но вот как из этих кучи неспецифических маркёров выявить более или менее специфичные? Существуют разные подходы. Ну, например, стараются сравнивать маркёры при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и вычинять те, которые есть только при одном заболевании. Это один из подходов. И также при других заболеваниях. Есть ещё какие-то, не знаю, мы предложили другой подход. Исходя из чего, мы не можем найти больного на доклинической стадии, идентифицировать его, да? Но мы можем смоделировать это заболевание на доклинической стадии на животных. Знаете, и мы это сделали. Но мы должны быть, мы опять должны исходить из того, что ни одной модели абсолютно адекватной, правильно воспроизводящей патогенез заболевания не существует. Мы можем воспроизводить только какие-то отдельные элементы патогенеза. Поэтому если мы какой-то рассматриваем конкретный маркёр у человека, мы должны прежде всего убедиться, что мы этот же маркёр можем воссоздать на модели, на той же стадии, на ранней клинической стадии. А вот после этого мы будем смотреть, этот маркёр у нас будет на нашей модели до клинической стадии или нет. Если будет, мы говорим, да, то, что вы нашли у больного, это должно работать на доклинической стадии. Если не нашли, нет. И вот смотрите, мы для этого создали специально модели, Это оригинальные разработки с помощью токсина, который избирательно и очень прогнозируемо убирает вот эти нейроны и снижает уровень дофамина. Вот здесь вот пороговый уровень дофамина, после которого возникает симптоматика. И вот мы сделали модели, когда мы убираем этот дофамин, но меньше, чем пороговый уровень. Здесь никакой симптоматики у животных нет. А вот тут вот как раз, как только дошло до порога, сразу появляется симптоматика. Ну и нам, соответственно, надо было понять, насколько наши модели воспроизводят то, что есть у человека. Потому что иногда люди заигрываются, они начинают создавать какие-то модели-модели, а потом оказывается, что они ничего общего не имеют с тем, что происходит у человека. И вот смотрите, что мы сделали. Мы, посмотрели, провели вот с помощью наших коллег из Института молекулярной генетики, мы провели так называемый транскриптом. То есть мы посмотрели полный набор генов, как изменяется экспрессия у животных на одной стадии, на другой. А потом сравнили с тем, что уже было получено на больных на ранней стадии. И вот посмотрите, вот мы воспроизводили вот эту вот модель симптомной стадии, ранней клинической стадии. Вот это больные на клинической стадии. И посмотрите, экспрессия гена ключевых белков, которые участвуют в патогенезе, болезни Паркинсон, они абсолютно одинаково направлены, экспрессия гена. То есть мы вот по этим, по крайней мере, маркерам, мы замечательно воспроизвели то, что происходит у человека. А дальше давайте смотреть, что происходит на досимптомной стадии у животных. И оказывается, что тут все наоборот, вот только в этом случае мы можем использовать вот эти вот маркеры. И тут вот разная направленность. То есть что это значит? Это значит, что большинство маркеров, которые можем мы найти у больного, они не будут работать на доклинической стадии. Но с другой стороны, что с помощью модели мы можем вытащить те маркеры, которые, может быть, не будут абсолютно специфичны, но гораздо больше, более специфичны будут, чем все остальные. Ну и вот, и дальше мы, естественно, помимо экспрессии генов, мы посмотрели, как эта модель воспроизводится, воспроизводит то, что происходит у человека, по оценке функциональной активности сохранившихся нейронов, по оценке компенсаторных процессов, которые при этом возникают и так далее. И мы, в общем, увидели почти полное совпадение. Ну и мало того, мы сделали открытие очень важного компенсаторного механизма. Вот если мы говорим, что у нас 20-30 лет не возникают симптомы, то это почему происходит? В том числе и потому, что возникают компенсаторные механизмы, которые позволяют при более низком уровне продукции химического сигнала нормально работать. И вот мы открыли абсолютно новый механизм и очень важный. В том месте, где возникает дефицит химического сигнала, оказывается нейроны, которые изначально не имеют никакого отношения к синтезу дофамина, они начинают его синтезировать. Они вспоминают то, что они эволюционно когда-то могли это делать. Когда-то могли это делать. Да, да, да. То есть они меняются сами, перерождаются как-то. Они дополняют свой фенотип. То есть помимо того, что они делают, они могут там синтезировать все, что угодно. То есть у них включаются какие-то гены, наверное. Они начинают включать гены ключевых ферментов синтеза дофамина. Вот смотрите, вот у нас дофаминергический нейрон, и здесь два ключевых фермента. Это эволюционно очень интересно эволюционистам. Конечно, конечно, потому что это шаг назад для того, чтобы спасти организм. Причем по принципу обратной связи, низкий уровень сигнала, значит, надо синтезировать, но они не умели этого делать раньше. Абсолютно, они не умели этого делать. И они вспоминают, как эволюционно давным-давно они это умели делать. Вот смотрите, вот нейрон дофаминергический, который погибает, у него два фермента. Это тирозин гидроксилаза, это декробоксилаза. Вот есть промежуточный продукт синтеза. И вот он таким образом синтеза. Один фермент делает дофа, такой промежуточный продукт. Второй фермент делает дофамин. Вот когда они погибают и возникает дефицит, то нейроны, которые никакого отношения имеют к синтезу дофамина, одни начинают экспрессировать, к сожалению, только по одному ферменту они могут экспрессировать, одни тирозин гидроксилаз, другой декарбоксилаз, и они уже в тандеме синтезируют дофамин. И вот это было открыто в нашей лаборатории, и это, я думаю, будет один из ключевых механизмов, компенсаторных механизмов. Ну а дальше вернемся вот к той методологии того, как же все-таки нужно искать маркеры, как мы усовершенствовали общепринятую методологию. И сейчас вот буквально на днях у нас принята статья, один из лучших журналов по нейронаукам, и это есть признание того, что эта методология была принята не только на уровне выступления на Конгрессе, но и на уровне уже и публикации, она запатентована, кстати. Так вот, какая стратегия? Стратегия такая, что вот у нас есть больные, и у этих больных есть большой спектр, я говорил, десятки маркеров, которые находят, что их отличают от возрастного контроля. Вот мы берем следующий этап, мы находим вот эти маркеры, смотрим, есть ли они на модели, вот на модели клинической стадии, то есть мы фактически моделируем вот это состояние больных при симптоматике, и мы видим, что вот есть какой-то спектр пересечения, это больше 50%, и мы говорим, что по этому спектру мы адекватно моделируем нейродогенера, патогенез. А дальше мы смотрим, а какие маркеры характерны еще и для доклинической стадии, и оказывается, что их совсем немного, 20%. Вот эти маркеры как раз и будут более специфичными, чем все остальные. А теперь представьте, можно объяснить, почему эта методология не имела успеха раньше. Вот представьте себе, что люди берут батарею из 100 маркеров. Из этих 100 маркеров, как мы показываем, только 20 будут специфичными. Вот этот эффект специфичности, он размоется в этой батарее 100 маркеров, и на выходе мы ничего не получим. Понимаете? Это вот, и значит, вот эта методология, мы сейчас как раз переходим к клиническим исследованиям. То есть, мы уже на больных это показали, мы показали на моделях, и сейчас мы создали методологию, и сейчас переходим к клиническим испытаниям уже на людях в возрасте риска, где мы будем создавать вот группу риска и проверять на позитронно-эмиссионном томограме. Вот видите, вот это вот я вам говорил, что из 13 маркеров, которые мы увидели, только три характерны для доклинической стадии. И значит, их можно взять. Но теперь вот всё-таки, сколько бы мы ни смотрели маркеров в крови, они всегда будут неспецифичны. Они будут более или менее специфичны. Знаете, в английском языке есть такой термин деликатный – semi-specific. Ни рыба, ни мясо. Да, ни рыба, ни мясо. Прежняя наша методология, то, что мы увеличили её качество, усовершенствовали, она всё равно будет неспецифична. Она будет более высокочувствительной, большей чувствительностью обладать, но она не будет специфична. Так вот, встаёт вопрос, а возможно ли специфическая ранняя диагностика? То есть, когда мы были бы уверены, что мы диагносируем именно болезнь Паркинсона, а не болезнь Альцгеймера, там ещё что-то и так. И я, поскольку такой вопрос поставлю, я вам сразу говорю – да. И вот это уже то, что непосредственно сделали мы. Вот я вам говорил, что хронические заболевания, они и в терапии хронические, то есть, вообще большинство заболеваний организма хронические, которые развиваются, как я говорил, по одной схеме, долго-долго развиваются без симптомов, появляются симптомы, нечего лечить. Поэтому задача – поставить рано диагноз, начать рано лечить. Так вот, что интересно, что в терапии эта задача была решена уже многие десятки лет назад. И многие десятки лет используется вот эта ранняя диагностика в терапии, которая никогда не была в неврологии и психиатрии. На чём она основана? Она основана на так называемых провокационных или нагрузочных тестах, которые могут быть совершенно разные по характеру, но суть одна и та же. От беговой дорожки до… Конечно, от велосипеда, скажем, при сердечном сосуде, до, скажем, до введения глюкозы при диабете. Но идея-то одна и та же. Что вы, вот у вас есть здоровый человек, есть больной человек, но который совершенно не знает, что он больной. У больного человека снижена функциональная активность какой-то регуляторной системы. Пускай инсулин он делает, или сердце, например. Но он об этом ничего не знает. Значит, нужно усилить функциональную нагрузку, снизить функциональную активность этой системы и у одного, и у другого до порога, до порога, при котором проявится симптоматика. Если вы снижаете это у скрытого больного, то у него появляется симптоматика. Если вы на эту же величину снижаете у здорового человека, она до порога не доходит, и ничего не произойдет. И мы на модели как раз создали такую систему доклинической диагностики с помощью провокционного теста при болезни Паркинсона. То есть мы взяли, вот смотрите, вот у нас так вот идет гибель дофаминергических нейронов. И также у нас снижается дофамин. Вот у нас порог. У нас симптоматика должна проявиться здесь. Представьте себе, что мы вот на этом уровне находимся. Ни животный, ни человек ничего не знает. Мы берем какой-то обратимый ингибитор синтеза дофамина. Его действия, я еще раз подчеркиваю, обратимые кратковременные. Вводим его, и если мы вводим, да, и снижаем уровень до порога. Если мы на эту величину снизим у здорового человека, то есть от 100%, то он дойдет вот досюда, то есть он не дойдет до порога. Мы только у больного животного воспроизведем это. И мы это сделали. То есть мы сначала детектировали дозу, которая у больного животного при любой степени, при любом уровне деградации вызовет симптоматику, но не вызовет у здорового. И дальше мы разработали вот это уже все на нашей модели. Вот у нас нижнее содержание дофамина на нашей модели. У здорового она где-то здесь. Мы вводим наш ингибитор. Ингибитор доводит уровень дофамина до порога. Это проявляется в изменении моторного поведения. Но кратковременно. Потом все возвращается на круги своя. И это никаких последствий не имеет, не должно иметь ни для больного. Кроме теогностики. Да, абсолютно. То есть здесь никаких последствий это не будет иметь. Мало того, врачи задают вопрос отсроченных эффектов. Но вот здесь это почти можно гарантировать. Почему? Потому что вот этот ингибитор, который мы используем, его используют для лечения некоторых больных. Например, со злокачественной филохромоцитомой. Там используют такие же однократные дозы, какая нужна нам. Но в отличие от нас, если мы будем вводить один раз в день, вообще в течение нескольких лет, а может быть в течение жизни человеку, то там это вводят каждый день в течение всей жизни больного. И никаких побочных эффектов, которые сделали бы это противопоказано, это терапия, нет. И она используется. То есть это уже как бы прошло испытание? Конечно, конечно. То есть мы таким образом априори можем исключить токсические последствия действия этого вещества. И таким образом вот именно мы, именно в России, мы создали новую парадигму разработки доклинической диагностики нейродегенеративных заболеваний. И она либо будет комплементарной, либо будет использована какая-то одна из этих ветвей. Это по маркерам крови, это с помощью провокционного теста. Но мы будем проверить, они могут быть комплементарны, может оказаться, что одна полностью работает, и она максимально чувствительна. Но подтверждение валидности этой диагностики будет проведено в группе риска с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Ну вот что опять интересно, да? Я вот говорил о провокционном тесте, что это единственный специфический тест, который возможен для диагностики. Вот в чем еще преимущество этого теста? Вот вы представьте себе, что если мы сделаем диагностику по маркерам, это значит, что человек должен приходить, сдавать кровь, но это все не страшно. Но потом эту кровь надо проводить оценку там, очень сложных молекулярно-биологических маркеров, что стоит очень дорого. Необходимо привлекать очень высококвалифицированные кадры молекулярных биологов и так далее. То есть это очень дорогостоящая диагностика. И довольно длительно, это не в один момент делается. Что касается провокционного теста, то я думаю, что со временем когда-нибудь, может быть, я это и не увижу сам, но это, наверное, все можно будет делать в амбулаторных условиях. То есть приходит в набрологическую к неврологу, приходит человек, и я хочу попробовать. Ему дают пилюлю с этим агентом провокционным, и отслеживает, проявляется у него симптоматика или нет, и все, и на этом уходит. Причем эта пилюля, она ничего не стоит. Это все делается в течение трех часов, и почти бесплатно. Вот это вот такая штука. Теперь вот дальше. Возможно ли в перспективе... Да, конечно же, основной вопрос опять, ну хорошо, представьте себе, приходит к вам здоровый человек, вы ему ставите диагноз. Это все, что вы можете для него сделать. То есть он в стрессе от вас уходит, и он в стрессе все время находится, он ждет, когда же это произойдет. Когда же он начнет дрожать. Да, да, когда же он начнет дрожать, понимая, что это абсолютная безысходность и дамоклахмей. А что можно сделать? А дальше я как раз говорил о том, что задача не провести заместительную терапию, так как этого сигнала дофамина достаточно, а провести нейропротекторную терапию. Причем сама нейропротекторная терапия, она уже известна. И она успешно применяется при острых заболеваниях мозга, например, при травме, при инсульте. Конечно, конечно, конечно. Здесь другой разговор, что нужно адаптировать ее к тому вот крайним незначительным изменениям. То есть подобрать наиболее важные лекарственные средства, понять, в какой дозе, с какой частотой уводить. И самое главное, что сейчас известны механизмы, молекулярные мишени, на которые должны действовать эти нейропротекторы, в соответствии с механизмами патогенеза. Ну вот смотри, любая клетка, включая нейрон, в конечном итоге умирает от оксидативного стресса. То есть митохондрии перестают работать, возникают радикалы, и они убивают клетку. Значит, используются антиоксиданты. Они хорошо известны, они широко используются не только в нейробиологии. Дальше. Мы говорим о том, что у нас происходит, что у нас есть важные для функционирования клетки белки, но метаболизм их нарушается при патологии, они начинают агрегировать, становятся токсичными. Значит, что нужно сделать? Нужно не дать им агрегировать, превратиться в токсин. Нужно снизить уровень этих веществ, то есть усилить их деградацию, ну и так далее. Дальше. Любой нейродегенеративный процесс. Он либо провоцируется, либо сопровождается нейровоспалением. Значит, нужно использовать противовоспалительные средства. При хронических заболеваниях, в отличие от острых, гибель клетки идет по пути апоптозы, запрограммированная смерть. При инсультах, при травме, это некроз, апоптоз. Значит, нужно использовать антиапоптетические средства. Это тоже понятно. Есть ключевые звенья в патогенезе, азиапоптоза, такой фермент каспаза, значит, дают антикаспазные препараты. Иммунотерапия. Я не буду дальше на всем останавливаться. Ну, короче, речь идет о том, что из той понятной, в принципе, нейропротекторной терапии нужно создать схему, которая бы работала на ранних стадиях. В этом стоит задача. Ну и какие-то шаги уже сделаны, но не столько в этом направлении, сколько вообще в использовании нейропротектора. Вот здесь институт молекулярной генетики. Ашмаринский СИМАКС. Ашмаринский СИМАКС. Это Месоедов и Николай Федорович, они это все вместе делали. Все это, безусловно, может быть использовано чуть ли не сходу. Вот сейчас разрабатывается иммунотерапия, чтобы остановить распространение вот этого токсина от одного на ирон и по другому. То есть, фактически, антитела будут ловить в межклеточной среде и не давать захватываться. Ну и, наконец, все-таки, вот что же сейчас известно о нейродегенеративных заболеваниях? И что нужно делать, чтобы у нас был какой-то успех? Тут немножко сбилось все, но это не важно. Во-первых, нейродегенеративные заболевания длительное время развиваются бессимптомно. Благодаря компенсаторным процессам мы это все видели. Понятно, какие механизмы все. Специфические симптомы появляются через много лет после того, как погибает критическая масса, большая часть регуляторных нейронов. Ну и самое главное, я вот здесь не говорил об этом, а стоило бы, что у нас ведь, что получилось, если еще 30 лет назад мы думали, что все заболевания детерминированы генетически, то на самом деле через 30 лет оказалось, что заболевания все делятся на две категории. Моногенные, где действительно генетический прессинг, он доминирует. И полигенные. И полигенные, и совершенно не факт, что заболевание разорвется, для этого должны быть специальные условия созданы. Очень много совпадений, очень много факторов. Конечно, конечно. Так вот, соотношение моногенных и полигенных при болезни Паркинсона это 5% и 95%. То есть только 5% моногенных. Что нужно делать? Доклиническая диагностика и превентивное лечение. Мы с вами об этом очень подробно говорили, как это делается. Стратегия такая есть, мы это делаем. Мы сейчас фактически заканчиваем эту клинику по проектам Фарма-2020, потом в Сколково сейчас и будем переходить уже к клиническим исследованиям. Ну и самое главное, что мне хотелось бы сказать. Я как будто бы все это рассказывал от себя, но я выступаю здесь, но на самом деле за этой работой стоит колоссальная напряженная работа огромного коллектива, коллектива в 30 институтах Академии наук, Академии Минздрава и Академии Медицинских наук, которая бы проводилась в рамках программы Президиума Российской Академии Наук Фундаментальной Науки Медицинской. Вот с 2004 по 2014 год. И в этой программе участвовали все. Математики, физики. Это была мультидисциплина, классическая программа, такой на Западе нет. И в результате появилось такое обобщение в виде коллективной монографии. И, к сожалению, эта программа была закрыта. Может быть, как и многое другое хорошее, что у нас делается. Но эти проекты уже живут своей жизнью, эти консорциумы уже живут своей жизнью. Если, когда я собрал этих людей в 2004 году, математики, физики, биологи, медики, они не понимали вообще, о чём другие говорят, это был совершенно разный язык, сейчас они не понимают, как им друг без друга жить. Конечно, конечно. Понимаете? Я вот знаю, что в Молгенетике группа Петра Славянского давно занималась. Вы с ними сотрудничаете. Да, да, да. Случайно мне стало интересно. Конечно, конечно. Вот у нас по транскриптуму, у нас как раз работа проведена... Еще в году в 2000-м я делала с ним интервью. Безусловно, безусловно. Это по генетической части. И они работают, они работают с одной стороны с Институтом Неврологии, и вы знаете, там Сергей Николаевич, Игорь Иванович, Биратов, Михаил Айсан, всё, а с другой стороны с нами. И почему? Потому что Институт Неврологии, он сосредоточен на моногенной форме неврологических заболеваний, а мы на полигенной и спорадической форме. То есть это абсолютно комплиментарная вещь. Ну и дальше я хотел показать, я вот говорил, что на многих конгрессах всё это обсуждается, я вот просто хотел показать, видите, сколько этих конгрессов проходит, где очень-очень серьёзно эти вопросы обсуждаются. Ну вот я стараюсь в них участвовать и всё это пропагандировать. Ну и дальше мне хотелось бы всё-таки всех поблагодарить за внимание, и безусловно вас, Марина Золиковна, мне хотелось бы верить, что я всё-таки вам показал, что есть абсолютно новая методология, которой я уверен, я должен готов заклад своё честное имя отдать, что она приведёт в ближайшем времени к решению этой задачи. Ну и самое-то главное, что мы всё время сходим к тому, что мы сейчас говорим о трансляционной медицине, о персонализированной медицине, всё это замечательно, но вся медицина всегда была построена, начиная от Гиппократа, на профилактической медицине, на предохранительной. Если уже об этом говорил хирург Пирогов, можете поверить, что это действительно так. Ну и дальше, конечно, понимаете, люди, которые увлечены своим делом, особенно молодёжь, они очень амбициозны, и я в том числе, иногда желаемое принимают за действительное в какой-то степени. Поэтому я всем показываю на своих лекциях вот это выражение американского нейрофизиолога, оно мне очень понравилось. Что если бы, знаете, как у нас сейчас встаёт вопрос о том, что завтра смоделируют мыслительные процессы, сознание, искусственный интеллект, я всё время смотрю на это, что если мозг был бы гораздо проще, чем он есть на самом деле, а мы гораздо более образованные, более информированные люди, всё равно мы никогда его не познаем. Поэтому вот я всё-таки думаю, что это правильно, но решить вот ту задачу, о которой я говорил, это не только можно, это нужно обязательно, это всем нужно. Ваша уверенность внушает уверенности нам. Спасибо большое. В рубрике «По скриптум» я хотела попросить вас прокомментировать недавнее новостное сообщение о том, что в Японии начинаются клинические испытания, объявили об этом учёные из университета Киота. Они начинают клинические испытания для лечения болезни Паркинсона с использованием материала, полученного из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток. Вот как вы относитесь вообще к такой идее. Здесь подробно они расписали свою стратегию, они будут создавать стволовые дофаминергические клетки-предшественники и запускать их через отверстия в головном мозгу с помощью специального инструмента. Вот написано, через два отверстия собираются ввести около пяти миллионов таких клеток-предшественников, нейронов, которые продуцируют дофамин. Вам что-нибудь известно об этой стратегии? Вы знаете, что мне не только известно, но я просто к этому имел прямое отношение, и возникло это не вчера, а это возникло в конце 80-х, в начале 90-х годов. Значит, идеологом этого направления был и остается очень известный шведский ученый Андерс Бьеркмунд. И вот Андерс Бьеркмунд, он показал на моделях болезни Паркинсона, у животных он показал, что если взять суспензию дофаминергических нейронов и ввести этим животным, то там полностью восстанавливается поведение. И он был, он очень серьезный ученый, он был очень воодушевлен, и он имел все основания перейти к клиническим испытаниям. И он организовал европейскую программу, которая называлась Нектар, Евросоюза. И тогда, это был 91-й год, он мне предложил создать российский консорсум с тем, чтобы войти в эту программу, что мы и сделали. И программа существовала 13 лет, и там было минимальное количество делалось операций, но с максимальным уровнем обследования. Причем все делалось по единому протоколу, поэтому очень небольшой материал, там 6-7 стран участвовало, можно было сопоставить и можно было вместе использовать. Короче, было набрано материал 200 больных. И на этих 200 больных было показано, что эффект, тот, который ожидали, не получили. Что бывает временное улучшение, может быть, которое потом сходит на нет. Хуже никому не было, что тоже важно. Но Бьёкланд ушел дальше от клинических исследований. Значит, это было, я говорю, начало 2000 года. После этого с этой же целью было использовано несколько поколений клеточных технологий. Это были геноинженерные клетки, когда брали нейрональные и нейрональные клетки, сажали там гены тех ферментов, которые нужны для синтеза дофамина. Это были стволовые клетки, это были ксенотрансплантации, дофамин энергетических нейронов и так далее. И везде одно и то же. На экспериментальных моделях 100% терапевтический эффект и ничего хорошего в клинике. Ну, здесь они на обезьянах имели хорошие результаты, потому перешли к людям. Теперь дальше. То, что касается непосредственно японского опыта, я к этому тоже имею прямое отношение, потому что впервые встречался с Ямонако вскоре, в 13-м году, когда он только получил... Это ученый, который получил Нобелевскую премию. В 12-м получил Нобелевскую премию. Да, за то, что он разработал метод перепрограммирования взрослых клеток в подобие эмбрионарных. Да, совершенно верно. И вот я ежегодно участвую, и в 13-м году я встретился с ним на конгрессе в Киото, это ежегодный конгресс науки и технологии в обществе. И он тогда проводил симпозиум, где вот рассказывал об этом опыте, и в том числе о первых экспериментальных подходах при болезни Паркинсона. Когда поднялась уже профессиональная дискуссия, то оказалось, что, по крайней мере, на этом этапе особенно похвастаться нечем. Второй раз я об этом услышал в 15-м году на том же самом конгрессе, когда выступали его помощники, и там его правая рука, профессор, и они говорили там об успехах на обезьянах. О каких успехах, в общем, тоже понять было невозможно. И я в кулуарах этого профессора с пристрастием допросил. Взял за пуговицу, да. Да, с пристрастием допросил. Все-таки, какой эффект, на каком количество обезьян, и так далее. И он мне сказал, что это проявляется позитивно на 30% обезьян. Вот. Теперь дальше. В 2003 году, занимаясь этим и будучи у истоков этого направления, я ушел оттуда. Почему? Потому что мне кажется, что есть некое методологическое табу, которое не позволяет использовать эту технологию применительно к человеку. Понимаете? Потому что если мы говорим о заместительной терапии, это значит, что у нас погибают одни нейроны, и мы должны эти же нейроны, такого же типа нейроны, пересадить, чтобы они компенсировали дефицит вот этого химического сигнала, дофамина. Ну что получается? Все эти работы доклинические проводились, как правило, на грызунах. И не нужно объяснять, что мозг грызуна работает у человека по-разному, но там есть принципиальное различие. У грызунов доминирует так называемая volume нейротрансмиссия, то есть когда вот этот сигнал вываливается в межклеточную щель, растекается по всей нервной ткани, по всему нейрону и действует на всю поверхность нейрона. Это называется объемная нейротрансмиссия. У человека идет специализация, и он не действует по всей, то есть он действует поверхность, но это не доминирующее действие. Доминирующее действие это в области локальных специализированных синаптических контактов. То есть это гораздо более тонкая регуляция. И вот каждый нейрон человека получает такую регуляцию от 15 тысяч других нейронов. Так вот что, если крысе достаточно было налить этот сигнал на мозг, на мозг, причем как угодно. Это могла быть помпа. Нейроны фактически выполнили роль помпы, которая... Вот, он растекся, и он все компенсировал. То у человека это все растеклось и ни к чему не привело, потому что эту локальную регуляцию не восстановили. Поэтому я считаю, что есть некая табу, которая состоит в том, что у человека необходимо прежде всего восстановить микроархитектонику. То есть воссоздать не просто синапсы на тех нейронах, которые потерят, а те синапсы, которые нужны, которые идут именно от тех нейронов, которые регулируют их деятельность. И далее, что в ближайшие лет 50 я не вижу для этого никакой возможности. Поэтому у меня... Я буду очень рад, если здесь будет какой-то прогресс намечен, но я очень в этом сомневаюсь. Вот это то, что касается... Если хотите, там еще есть один эпизод, но это вполне достаточно. Спасибо большое, Михаил Миколаевич. Успехов вашим испытаниям. Спасибо большое, Марина Золина. Всем нам успехов. И больным особенно. Да.